Что если я позвоню мажорке и он сам расскажет, что вообще с этой тачкой было? Смотрите, тут целый список послужной. Эта тачка была в тотал. Короче, кто-то из сотрудников врывается, ломает дверь. Здравствуйте. Всех, кто там по адресу жизни, всех на допрос. В одну ночь его останавливают сотрудники. Его тоже вяжут, машину эту забирают. Это реальная история. Всех кладут, короче, какая-то машина, часто в перестрелках. Тотал, машину направили своим ходом. Она не доехала. Он нашел эту машину на аукционе убитых машин. Он говорит, что от нее там задняя часть осталась. И то не узнает, что это ЕРШК или ГЛЕ, или вообще, что это за машина. Какая жесть. Она была еще в Чечне, а там очень крутой пробег был. Это я точно могу сказать. Очень дешево сдали в ломбард. А потом Стас ее очень дешево купил. Всем привет в новом влоге очередной эксклюзив от Блондинки Драйв. И это машина не просто ЕРШК 2014 года. Это особая ЕРШК 63 в полном фарше. Просто вот в полном, максимальном. Суть не в том, в какой она комплектации, а какая у нее история. А история у нее очень интересная. Я думаю, этой малышке, проблематичной малышке, есть о чем с вами поделиться. И хочу сделать акцент на том, насколько она в тонере. Просто посмотрите. Вообще ничего не видно. Хочу вас познакомить с Стасом, который является законным владельцем этого автомобиля. Расскажи вообще, как к тебе в руки попала эта тачка. Купил я ее недавно, сколько? Полтора месяца прошло. Два, грубо говоря. Да, я ее в автосалоне купил. Немножко денег потратил. Там были у нее некоторые нюансы, которые нужно было чинить. А так все четко. А ты не думаешь, что у нее пробег скрученный? Пробег не скрученный. Можно проверить по всем блокам. 45 блоков, чтобы скрутить в Мерседесе, стоят очень дорого. Поэтому этого никто не делает. Для 2019 года пробег в 33 тысячи километров очень маленький. Первый владелец на ней поездил 25 тысяч, даже меньше. Там второй владелец на ней год был. Я четвертый. У нее хороший звук, а? Кстати, проверял, когда агрессивно катаешься, 200 километров в бак больше не хватает. То есть там расход 30-ка, вот керамические тормоза. В городе они вообще нулевые, я считаю. Ну, многие со мной, наверное, согласятся. А на треке, да, их если нагреть, возможно, получит что-то эффект. А в городе и обычных тормозов достаточно. Тем более керамика стоит миллион. Еще приветствуется такая мысль, что ты думаешь, а если они сломаются, все, попало на бабки. Здесь сначала стояли черные сидения. То есть черная кожа, ну как вот это все с завода обычно идет. Но сюда по заказу специально поставили новые абсолютно сидения с новой вот как раз таки белой кожей. Также заменили дверные карты, посмотрите. И здесь стоит Бен Линолсон. То есть это очень крутая аудиосистема, прям нереально. И прям в очень хорошем состоянии. И даже не верится, что кто-то когда-то мог сказать, что она почему-то была в Total. Эта тачка числится как в Total разложенная, но она просто не может, потому что, ну, здесь все слишком хорошо, в хорошем состоянии. В общем, пришло время рассказать вам историю этого автомобиля, почему он меня так и заинтересовал. Во-первых, эту тачку очень долго скрывал Мажорка. И я не понимала почему. И сейчас мне Стас рассказал, ты где ее еще раз, в Ломбарде нашел? В Ломбарде я купил. В Ломбарде. Она была в Ломбарде, то есть эта тачка с пробегом в 33 тысячи километров была в Ломбарде. Да, она вышла на Ломбарде, на автору, значит, через три часа мы приехали, все проверили. Предложили ценник за автомобиль, но, правда, не буду говорить какой-то секрет. Типа, если ты приехал с экспертами, чтобы они посмотрели там... Все проверили, автомобиль полностью прошел диагностику по двигателю, по коробке ходовой, проверили лакокрасочное покрытие. Крашено три элемента, но это косметический окрас был. И, кстати, даже резина заводская на ней стояла. Ты говоришь, что цена типа была какая-то чересчур занижена на нее. Самая низкая цена на рынке была, да. Вообще вот самая, вы просто представьте, да? Ну, потому что торопились продать, потому что хозяин мог прийти забрать ее обратно. Были обращения по каске на большие суммы, многие вещи непонятно делались или нет. Типа, она числилась, как будто она была разложена в тотал. Она не разложена, у нее было много ремонтов, типа, там меняли все подряд на ней. Не было слесарных работ никаких, были только запчасти. Хотя, по сути, тут кроме сидений и кроме дверных карт ничего не менялось. Но я думаю, что если вы умные ребята, вы умные умные ребята, вы можете догадаться, что это значит, для чего эта тачка, в принципе, содержалась у человека. Воу-воу-воу, таксист! Кстати, едет она достаточно хорошо. Я заезжал снова Е63. Не скажу, что она от меня уехала, я бы даже впереди был. Объясняется тем, что все двигатели АМГ собираются вручную, все знают. И у всех по-разному получается мощность двигателя. Я думаю, здесь сил 600 точно есть в этой машине. Буду летом делать на ней стейдж-2. Хочу потратить от 500 до миллиона. Машину продавать не собираюсь. Она для меня как игрушка просто будет, и все. А, ну то есть, фактически, это тоже. Ближу делать с ней то, что делал с ней хозяин. Да, тюнинг, тюнинг. Здесь есть адаптивный круиз-контроль. Она держит разметку, она держит полосу, она держит расстояние до встречного автомобиля. И, короче, фактически у нее есть автопилот. А вы должны понять, насколько это вообще немыслимо для 2014 года. А что если... Что если я позвоню Мажорке, и он сам расскажет, что вообще с этой тачкой было, и почему он ее продал. Вы хотите? Я думала, вы хотите. Я под конец влога, так что, если вы досмотрите до конца, вы услышите мой диалог с Мажоркой, он все расскажет. О, приветик, новые BMW-шечки. Трешечки едут. Приготовился. Короче, не смешная история от Стаса. У него до этой тачки была Ц-шка, 43-я. Вот ее дал поводить своему другу. И тут, короче, вылетает на Божайское шоссе. Ну и просто в поворот красиво входит. Вот это опять история про любимый поворот каждого дрифтера. Просто выходит в него, вылетает навстречу, не справляется с управлением, и, короче, его разворачивает. Ну и просто что потом? Фоточки с тотальной машины. Да, кстати, я могу вставить фоточки вот сюда с тотальной... Ну, я думаю, вы, кстати, такое любите. Ой, как уши сложено. Что здесь самое преимущественное в этой машине, это ее звук. Только в России наши люди умеют ездить со скоростью 79 км в час, где разрешено 60. Сколько у тебя до Ц-шки 200 тысяч было встав? Да, за год я почти 200 тысяч заплатил встав. Смотрите. Не нарушайте, да. Ц-43, если вы не хотите, вот, смотрите. Тут целый список послужной этих. Жесть какая. Коротко о работе Mercedes-Benz. Выбросите этот лэнс. Чтобы включить лаунч, нужно выключить тачку, открыть дверь, закрыть ее, и только потом она будет работать нормально. Ну? Опа, есть. О, контакт есть. Я сейчас позвоню Мажорке, и мы узнаем его версию этой истории этой машины. Алло, да, привет. Слушай, ну я сейчас тут твою машину снимаю. Мне очень интересно узнать, почему ты скрывал эту машину, и какая у нее история. Стас говорит одно, а мне кажется, что ты расскажешь нечто другое. Стас кто? Стас это владелец этой машины. А, ну многого не знаем. Я купил в прошлом году, когда где-то ближе к Новому году ее уже с Краснодара привезли нам. Да, да, да. Она приехала с Краснодара, непонятно, своим ходом на автовозе, ну непонятно, она приехала как-то скрытно очень. Ее ждали там чуть ли не месяц. В итоге она приехала, нам ее показали, показали, она на стейдже однозначно была, была, по крайней мере. На каком-то люто прям втором, либо полтора стейдж там точно стоял. Она ехала далеко не как стоковая, вообще не стоковая. Ну сейчас такого не скажешь о ней. Видимо скинули стейдж, непонятно, да, там стоял какой-то, показали ее, все устроило, она отличная. Там внешняя, у нее максимальная возможная комплектация, там нет только задних мониторов, но они ставились там на один на миллион, то есть машин. То есть вообще никогда не найдешь ежку задним монитором, только этого не было. Так она в основном максимальная комплектация. По-моему там даже дистроник есть. Да, все. Ну не стоит, я думаю, блин, хорошая машина. Все, окей, дали по рукам с этой машиной. Что ты думаешь, поставили мне ее на учет. Два-четыре дня, короче, по месту прописки человека, на каком машине это стояло, врывается там. Короче, кто-то из сотрудников врывается, ломает дверь, здравствуйте. Всех, кто там по адресу жизни, всех на допрос. Мы в гости. Мне сразу звонят. Это реальная история, всех кладут, короче. Но машина в этот момент была уже твоя, да? То есть ты ее купил? В момент, когда всех положили, да. Она встала на учет для человека, и вот по месту прописки этого человека туда пришли сотрудники. Выяснилось следующее, значит, эту машину я оставил для человека, он дал ее покататься другому человеку. У этого человека, эту машину, он на ней катался одну ночь. В одну ночь его останавливают сотрудники, его тоже вяжут. Машину эту забирают на штрафстоянку сначала, или, по-моему, сразу в ВД ее погнали. Его тоже вяжут, кто катался. Он вообще левый человек просто на ней прокатиться решил. А я не знал, что он даже катается на ней. Я об этом все потом узнаю, говорю, что делать дальше. Но это сразу узнал, как только это произошло, или спустя какое-то время? Не сразу, спустя, наверное, день жила где-то. У меня потому, что даже в городе не было. Я даже не знал, что с ней происходит. Направили, значит, адвокатов всех в ВД, выяснилось следующее. Значит, точно, что про нее правда, так эта машина вроде как участвовала в перестрелках в каком-то там, каких-то там перестрелках в Краснодаре. Засветилась она. В Краснодаре? Как она там не оказалась, непонятно. Что точно ложь, так эта машина, то, что она была тотал. Эта машина, хотели ее прогнать по страховке. Сейчас показывает, 4,5 миллиона хотели ее. Это до меня все было. И она направили на экспертизу своим ходом, типа, эту машину. Тотал машину направили своим ходом. Она не доехала. Пропала с радаром. И она пропала с радаром на длительное время. И вот когда ее поставили мы на учет, она появилась снова в базах, снова в розыске. Соответственно, сразу накрыли. Просто она красивая, ее судьба уродлива. Вот и все. И что еще нам сказали в ВВД, то, что, типа, эта машина двойник. У нее есть двойник, который действительно тотальный. То есть, эта машина оригинал, а у нее есть двойник. Да, двойник машины у нее есть. Вот у этой машины есть двойник машина. Но, скорее всего, как раз она и груза металла сейчас. Он нашел эту машину на аукционе убитых машин. Он говорит, что от нее там задняя часть осталась. И тот не узнает, что это Ершка или ГЛЕ. Или вообще, что это за машина. Какая жесть. Машина сейчас чистая, у нее не терял ничего. Она почему была грязной, потому что ее спутали с тем двойником как раз. Есть там чуть-чуть ДТП, крашеный, там, по-моему, дверь или крыло, что-то. Да, дверь, крыло и капот. Ну, это такое, которое, типа, притерно. Ты что, еще чуть-чуть скручен пробег был? Это я точно могу сказать. Чуть-чуть. Ну, как бы, Саша считает иначе, что тут не скручено ничего. 10, не 15 тысяч. 45 блоков проверили, что там не кручено. Ну, знаешь, крутили... Она была еще в Чечне, а там пробег 8. Там просто дороги другие, там сразу пробег, умножай на 2, да? Слушай, получается, такая у нее какая-то махинаторская история, вообще непонятная. Экспертиза на то, что она чистая и не в угнанном... Экспертиза на битые, не битые, перебитые, не перебитые. Все, она прошла обе экспертизы. Потом она выехала, я на нее смотреть уже не мог, сейчас на Скай. Понятно, понятно. Ну, блин, ты очистил ее карму, считай. Очень, я не буду называть сумму, очень дешево сдали в ломбард, а потом Стас ее очень дешево купил. Так и было, в принципе. Да, блин, мне так жалко ее стало. Вау! Не успеваем проскочить. Подводя итог. Грешница, которая была очень-очень-очень плохого поведения девочка в прошлом. А сейчас она исцелила свою душу, и она готова принадлежать только одному человеку. Теперь мы знаем, как все было на самом деле. Пока-пока!